Стремительно меняется ритм жизни, а вместе с ними представление о том, как должна выглядеть современная библиотека. Главное требование простое. Она должна выполнять свои основные функции, то есть предоставлять доступ к различной литературе и при этом идти в ногу со временем. Новый отдел в первую очередь ориентирован на студентов и всех тех, кому нужно найти информацию с помощью электронных источников. К тому же пользователям предоставят доступ к крупнейшим базам данных. Например, нужную информацию можно будет отыскать в виртуальном читальном зале национальной библиотеки. Непосредственно в целях обучения мы будем помогать ориентироваться на просторах интернета, когда нужно будет что-то найти студенту, либо другому пользователю, любому. Мы также сами будем искать и работать с базами данных по темам, по запросам пользователей. Молодые, но уже опытные специалисты будут оказывать помощь в освоении работы на персональном компьютере всем, кто испытывает затруднения при работе с современными средствами передачи информации. Собираюсь приходить в сектор, так как они готовы оказать помощь в изучении различных программ. Например, я собираюсь изучать программу CorelDRAW. Также здесь разрешили устраивать различные творческие встречи, а я как человек творческий, конечно же, не против была бы на такую встречу прийти. Визитная карточка у сектора электронных ресурсов уже есть. Отдел библиотеки узнаваем благодаря художественному оформлению зала, автором которого стал обрезкий иллюстратор Анна Редько. Приятно, что именно твоя работа стала визитной карточкой этого центра. Какие ощущения? Конечно, приятно. Я, честно говоря, даже не думала, что такое большое значение будет придаваться. Но я на самом деле делала максимально от души. И я очень рада, мы поговорили с ребятами из библиотеки, именно с этого сектора, что они будут... То есть это калаш вообще из разных-разных элементов. Они будут эти разные элементы куда-то там на сайт себе ставить, на какую-то полиграфическую продукцию, на афиши, буклеты. То есть это им такая вот какая-то основа дизайнерская, какая-то фишечка такая. Чем сектор не похож на современные читальные залы, так это тем, что он не только предоставляет информацию. Сотрудники нового отдела готовы предоставить залы ресурсы для проведения разного рода мероприятий. Творческие встречи, презентации и мастер-классы. Новый отдел в библиотеке – хорошая возможность для встреч в кругу единомышленников. Сами знаете, прагматичное отношение молодых читателей к библиотеке, да? Зачем нам библиотека, если я могу открыть планшет или другое какое-то, любое приспособление и почитать? Значит, вот задавали вопрос Алене о том, почему этот сектор создан и не похож ли он на сектор, который существует в городской библиотеке. Безусловно, он будет похож, потому что он будет представлять электронную услугу, доступ к электронной информации. То, что любит делать любой молодой человек, он любит доставать информацию быстро и сейчас. Но, кроме того, мы предлагаем здесь, в этом помещении, еще и организовать такой, ну, если хотите, клуб общения, куда бы приходили молодые люди. И кроме того, что они получили какую-то информацию, которая им необходима, они бы еще могли общаться. Свои почитатели у нового сектора уже есть с первого дня открытия. Ведь необходимость предоставления информации в электронном варианте назревала давно. Это значительно упрощает и многократно ускоряет процесс поиска нужных читателю данных. Единственное условие для пользования всем комплексом услуг, который предоставляет сектор – наличие читательского билета библиотеки. Получить его можно, предоставив любой документ – паспорт, студенческие или водительские права.